всем здравствуйте я тут параллельно набираю укольчики как раз вот колем антибиотики собачкам после подрезания пупочков вот курс антибиотиков и параллельно как вы знаете кстати я борюсь с мат независимостью и теперь ролики будут без мата но может быть в исключительном случае если я запнусь пальцем от паров а пока я набираю антибиотики я хочу обсудить ролик который скупировка ушей все начали хейтить да вы режете их прямо на обеденном столе тогда и т.п. а потом разберу вопросы от моих любимых подписчиков в моем платном телеграм-канале альфа бульс канал там уже их около 1000 так что подписывайтесь ссылочка будет на экране тогда я буду разбирать в том числе и ваши вопросы тоже я уверен у вас и не есть сейчас у нас получается сгибание блоков с двух сторон сгибания блоками сарона весь неоднократно делал мне нравится упражнение хорошо прорабатывать пики бицепс это второй упражнение показать тут пики второе упражнение в сайте это сгибание тоже блоки в кроссовере я течение всего давай пикуй ты чё ремешка там вот соответственно много хайты как это так не в клинике вы режете уши на обеденном столе ребят очнитесь клинике работают те же люди те же доктора вот которые приходят ко мне домой на обеденном столе а вы думаете чуть этот обеденный стол чтобы понимали стоит дороже чем любой стол в клинике который там у них и ну извините протереть его антисептиком обработать ну какая разница то вы можете что угодно если хорошо помыть пол и обработать пол можно и на полу резать какая на хрен разница то есть главное что соответственно эта поверхность обработана вот и вся поверхность обработана и соответственно как и поэтому никакой разницы нет где резать эти ушки тем более операция операция несложная и в клинике но за данную операцию вас бы содрали под пятнашку и никакого никакого вообще смысла от этого вообще никакого нет нет иногда конечно когда какие-то случаи мы обращаемся в клинике хотя на минутку хочу рассказать собаки у нас болеют крайне крайне редко и то это не требует обращений в клинику да вот ну когда какие-то экстренные случаи конечно же мы обращаемся в клинику но до данной ситуации это было ничего то есть все купировалась не переживайте медицинская обработка обработанными руками в антисептике все отлично красивенько и с любовью с любовью нам приехали заливать стяжку это полосухая стяжка она более ровная четко и делается очень быстро то есть если бы там бетонной шалкой миссии миссии ли нам было бы грязно долго и не очень ровно сейчас нам делают идеально ровную красивую покажу еще раз что у нас там помещение так себе глядит это нам час как раз это сейчас мы это все будем заливать так вот что у нас сегодня получилось сильно поедет девочка может приготовить клеточку вот так красиво у нас получилось все у нас распасовано все расставлено вот так теперь у нас выглядит порядок в гараже тем вся шишечки шампуни матрасики все классно все по порядку я расскажу секрет я вам расскажу секрет прививки мы тоже сами делаем ну то есть дома дома делаем да вот другие питомники вам этого не расскажут но они делают ровно так же никто из питомников я вас уверяю особенно кто продает кто продает собак за такие деньги за такие деньги как как их продают обычные обычные люди вот соответственно они не ходят никуда потому что ну а зачем то есть это и переплачивать не имеет смысла у них просто возможности такой переплатить не тот угарить собак стоит 50 тысяч рублей щенок вот у нас допустим 50 кто-то продался по 50 тут по 90 их 10 штук чтобы купить уши это купировать уши 10 щенкам 150 тысяч это уже минус стоимости у щенков это я вам не говорю про прививки которые в клинике вот чтобы допустим короче еще минус 23 щенка стоимости будет сделать все прививки плюс вам еще навялит ненужное обследование которые реально ненужные предоперационные вот именно для легкого наркоза скажут делать эти скрининги и те скрининги и туда и сюда и сюда общие анализы крови и все и все и все общий анализ крови бесполезная бесполезный анализ вот просто это чисто ну денег общий анализ там идите делать но не имеет это смысла и соответственно получится что вы выработаете в ноль в ноль и никто соответственно так не делает и поэтому ребят успокойтесь не переживайте здесь подписчиков работает за эти люди которые пишут мне даже собак нет либо она есть и одна то есть конечно если у вас одна собака доходите куда хотите то есть без проблем можно потратить хоть я вот извините то есть и как бы тем большего ну то есть короче вот я вам говорю что если одна собака можете ходить до но в питомничьей деятельности естественно по 15000 хотите резать щенков это просто не имеет смысла и не несет никакой полезной так сказать подоплеки под собой то что их отнесли в клинику и более операция плева естественно мы проверяем родителей на ген теста например да мы для этого входим в клинику ну потому что наносим их кровь либо ее берут дома относят отсюда либо соответственно либо вводим родители непосредственно в клинику это да вот обследуем сердца родителей суставы родителей тоже прежде чем их повязать это важно это мы все делаем и вводим ну вот такой плевую операцию вообще не имеет смысла идти в клинику платить там 500 раз дороже я вам только что объяснил получается со всего помета в не знаю щенков 7 потратили только стоимость семьи щенков потратили только на их обработки на их вакцинации ну еще я вам даже про кормление не рассказывал до нормальное кормление тоже стоит ну блин не дешево если это ну не помой грубо говоря хорошее кормление тоже стоит недешево поэтому вот так вот история о том как видим как свинячить постоянно вот эту красоту мне постоянно вот такую лет молченую подгорело да дело даже не фыгаре от этой кокенаки оставляешь большие масляные и уходит мясо заберет и вот так ставит а вы тогда я убираю не только тут мило на работы иногда мне приходит убирать хрень и всегда приходилось понятно понятно а чё у нас не отработает не так долго до этого кто убирал план до этого другой сотрудника убирал а когда мы тобой четыре года жили кто убирал кому-то мило со мной мне припоминает как будто мило со мной вместе в кармане родилась сразу ты спрятался хорошо расслабляется да занимается собой это будет это не озвучка